Так, друзья, добрый день. Вы сегодня находитесь в моей студии. Я сегодня со своим папой. Как я уже немножко говорил, я сделал такой небольшой ремонт и наконец-то поставил такой кожаный диван, где можно сидеть и хорошо общаться. Значит, вопрос к тебе следующий. Я обычно, когда таксовый сезон, я к тебе приезжаю, у тебя постоянно люди, люди, люди идут. И я заметил, сейчас ты говоришь, что таксовый сезон закончится, и я буду отдыхать. В огороде работаю, туда поеду, ты говоришь, в Мексику поеду. Я вижу, я к тебе приезжаю, до тебя до сих пор идут люди. Что они делают после таксового сезона? Какими они с сервисами к тебе обращаются? Действительно, таксовый сезон я примерно назначаю одного человека или один напоймет на один час. Для того, чтобы не было ни очереди, чтобы люди могли сидеть в моем офисе, и никто сзади не сидел, не слушал разговоров. Поэтому один напоймет на одного человека в один час. Действительно, таксовый сезон закончился, но в нашем офисе, AGP Financial Office, я уже много-много лет продолжаю регистрировать компании. Особенно сейчас, когда изменились немножко в Калифорнии правила и законы, и люди обращаются для того, чтобы зарегистрировать компанию. LLC или Incorporation. Поэтому я это занимаюсь, я вижу, что другие делают там регистрацию за 850 долларов. Один человек пришел, говорит, S-Corporation, он сделал 1200. У меня совершенно другие цены. Я делаю пакет, и у меня цены довольно-таки в два раза ниже, в три раза ниже. Потому что в этот пакет я включаю регистрацию компании, получение EIN number, это тоже в этот пакет. И еще я заметил, что нужно в течение 90 дней делать апдейт вот этой регистрации. И люди забывают или не знают, как сделать. То я в эту же сумму включаю и апдейт, там надо платить деньги. Я включаю и сам им делаю спокойно этот апдейт. И делаю пакет, регистрацию LLC или S-Corporation. Я вставляю на русском языке и на английском языке туда инструкции, как дальше вести себя, как вести бухгалтерию, как вести вот этот бизнес. Там у меня есть инструкции. Я считаю, что у меня сервис, как мне многие говорят, что очень нравится людям мой сервис. Я продолжаю это делать. Это первое. Второе, чем я занимаюсь, а люди идут ко мне, это бухгалтерия. Bookkeeping называется или accounting. Вот, и я продолжаю делать payroll, продолжаю заниматься малые бизнесы в основном, до нескольких человек. Вот, и я это делаю, accounting. Accounting, он включает в себя не только выписывать paychecks там, но включает отчетность. Перед government, перед IRS, перед EDD. И я это все делаю. Я буквально регулярно каждый месяц до определенного числа я должен сделать отчет. И я сижу, делаю эти отчеты за каждую компанию. Вот. Делаю и другие отчеты. Есть у меня несколько компаний, которые, сейлс-компании продают там магазины, и кафе там, или запчасти продают какие-то. Им нужен сейлс-пермит. Но, опять же, сейлс-пермит надо делать отчет. Называется сейлс-текс. Я делаю это для людей. Вот такая у меня сейчас работа. Поэтому у меня, опять же, ну, несколько клиентов в день продолжают ко мне приходить. И я делаю им такую работу. Вот такое. Ну, когда клиенты приходят, они хотят открыть LLC-компанию, сколько времени это занимает процесс? Ну, открытие LLC или incorporation зависит, по времени оно зависит, какая очередь в Штатах, сколько компаний, какая очередь. Но сейчас, вот я заметил, ты знаешь, буквально до 10 дней уже вот сейчас. Бывает две недели. А так, то до 10 дней я закрываю компанию. Раньше, когда COVID-19 был, было длиннее, правильно? Было, да. Немножко было длиннее. Было две недели, бывало и три недели, если в дольше очередь. Вау, разница во времени, спрашивают меня, если нету social security, можно ли открыть компанию LLC или S-corporation? Можно. Вот это многие не знают, что можно. Но оно берет немножко больше времени. Это идет бумажная переписка, отправление, получение. Совершенно по-другому. И поэтому оно берет там месяц времени, это минимум. АРС отвечает 30 дней. Вот и все. И тут я уже ничего не могу сделать. Хотя, смотрю, приходит в течение 20 дней. Уже приходит EIN number. Вот такое. И какие ты советы можешь посоветовать бизнесам насчет или bookkeeping, или насчет открытия компании? Ну, что я советую? Вы знаете, я, Андрей, советую, там у меня есть и в инструкции я пишу, что первое, это чтобы кто занимается бизнесом, они вели учет. Учет своих доходов. Притом, вели учет не только там, очень много говорят, ну, я же через банковский аккаунт пропустил, что им еще надо. АРС ясно написано черным, по-белому, как говорят, что у вас должны быть реситы. У вас должны быть профили, подтверждение, подтверждение, куда вы делали эти деньги. Это очень важно. Очень важно для компании правильно вести, о чем я хотел бы еще раз поговорить, кто такой employee и кто такой саб-контрактор. Люди вписывают, особенно наш народ, они любят вписывать на 1099, потому что для компании меньше работы, дешевше и так далее. Но тут велика проблема, когда EDD, Employment Development Department, EDD, это Калифорнийский департмент, они делают аудит, то есть проверку, або еще такое слово, кажется, ревизия была. И они делают эту проверку, и много компаний постраждали, финансово постраждали, деяки даже позакривались. Вот сейчас у меня буквально человек, который обратился к мне за помощь, ему пришел лист, або из EDD, приготовьтесь на аудит. Ну, это велика проблема. Я спросил, если правильно вы оформляли этих саб-контракторов, которые на 1099 работают в форму, або еще их называют self-employed, пришли? Если правильно вы оформляли? Если только неправильно оформлено, то это велика проблема. ИДД перераховывает и говорит, что это не есть саб-контракторы, это есть эмплойи, то есть ты делаешь на W2, на пейчек, должны были делать, они перераховывают и платят гроши. У меня была интересная история, один вернулся к мне буквально месяц-півтора назад, и говорит, что помогает мне разобраться с АРС, с EDD. Меня проверили, мне написали, и ДД написали 56 тысяч виплатить. А он потом приехал, говорит, что через несколько месяцев АРС прислали на 130, я уже не помню, 132 тысячи. Я говорю, хорошо, я взялся за эту справу, позвонил в АРС, чтобы скасовать эти 136 тысяч, а они мне говорят, какие 136? Он уже два года нам не отвечает, у него уже 430 тысяч, там, где-то тысяч, вот так. Ой-ой-ой. Я засміялся и говорю ему, никто этого вам платить не будет, это нереально, півмиллиона вы платите, плюс 50 тысяч в EDD, где он эти деньги возьмет? Я говорю, будем делать банкротство, банкротство. Ну, конечно, я тут уже посоветовал ему обратиться до лояра, потому что я этим не занимаюсь. Тут надо важно знать, как правильно я хотел бы обратиться и что проверяет EDD. Друзья, я хочу вам сказать очень-очень простую истину. EDD, они проверяют, если правильно вы оформили сабконтракторов. И очень часто наши неправильно оформляют сабконтрактори. Первое, что нужно знать, это сабконтрактор, это человек, который выполняет какую-то работу, запоминайте, своим инструментом, тул свой, и в свой час, когда они хотят. Я, как работодатель, я не керую, не управляю его рабочим временем, и я не даю ему свой инструмент. Это очень важно. Самое первое питание, которое задает EDD, «Чи вы можете уволить ту людину?» Что это значит, уволить? Сабконтрактора я не могу уволить. Я могу с ним расторгнуть договор, так дальше. Но я не могу его уволить. Если я могу его уволить, если он выйдет на 8 часов, он в 5 вечера и идет домой, и я скажу, завтра не выходь на работу, это не сабконтрактор. Это очень важно. И очень важно знать, как правильно оформлять. Давайте я коротко скажу. У меня есть еще одно видео, кто такие сабконтрактори, кто такие эмплои, и как они определяются. Поэтому сабконтрактори должны иметь в основном 2-3 вещи. Первое. Вы должны заключить договор с сабконтрактором. У вас должен быть письмово заключенный договор. Все. Если его нет, и EDD говорит, что дай мне договор. Не ма? До свидания. Другое, что шукает EDD, это то, чтобы у этого сабконтрактора был бизнес-лайсенс. О, из чего оформляют ЛОС или корпорация. Это немного скрывает, если у человека нет бизнес-лайсенс, то я выписываю на компанию, и мне, как говорят, я руки умил. Понимаешь? Это очень важно. То есть я могу дать работу, что-то делать, но я не могу тебя оформить на W2, поэтому открыть компанию. Это очень важный вариант. Вы должны запоминаться и делать аккуратно. Договор, по-английски agreement, и другая, это у человека должен быть бизнес-лайсенс, ну або хотя бы компания LLC или S-корпорейшн. Это две вещи, которые шукает EDD. Окей. Это понятно. Люди, как работодатель, я должен оформлять W9. Это просто форма информации. Там имя, адрес, social security и подписи. Все, больше нема ничего. И это надо иметь эту форму. Они говорят, покажи W9. Первая проверка три года. Если много нарушений, я так сказать, они тогда берут еще три года. Шесть года могут проверять. Так же и АРС. Начинает три года, потом может добавить три года еще. Это все, что я хотел бы сказать, друзья. Если вы, так сказать, оунер, маете свою компанию и у вас працуют люди, вы должны очень правильно оформлять бумаги на сабконтрактор або на W2, как на Paycheck, делают люди. Это то, что я сейчас делаю. Допомагаю людям. Не знаю, люди идут до меня, и я этим занимаюсь. Окей. Спасибо за информацию. Надеюсь, она людям поможет. Да, но ты не сказал, что тебя зовут Андрей Перепелец, а меня Александр Перепелец. Согласен. Это наш семейный бизнес. И Андрей является риэлтором уже сколько ты лет? Это с 2000-го года, я думаю, раньше. С 1998-го. С 1998-го года уже риэлтором. Працует много лет и очень успешный. Вот, дружина занимается займами, робит резиденчал лон, али моргичи. И я тоже помогаю людям, потому что я работал много лет лон офицером, то я тоже помогаю Оксану, и Андрею, чтобы оформить правильно документы. Вот такая наша работа. И дякую за увагу. С вами был Александр и Андрей Перепелец. Окей. До следующего раза. Всего хорошего. Спасибо.